Всем привет! Сегодня я была на преображении у Аси Умалатовой. Это наш визажист, известный в Махачкале. И мы делали Анджелина Джоли, как всегда. Сережки, правда, были другими, просто она мне их подарила. Я увидела, у нее там были в студии эти серьги, и так приятно. Я их давно искала, вот подобные, и она мне подарила. Так вот, с радостного события я начала. Пишите свои комментарии, что получилось у нас, похоже, не похоже. Я очень редко позволяю это делать. Я не люблю таких комментариев, но сегодня был действительно день, когда мы делали под известного человека образ. Ну вот, посмотрим, что у нее получится. Это будет в Инстаграме, конечно. Оставлю ссылку на нее, чтобы вы тоже смогли посмотреть результат. И, конечно, в свой Инстаграмме тоже это все будет. Я покажу некоторые этапы, как мы красили, потому что мне кажется, интересно наблюдать этот процесс от и до. Но, когда я пришла, не накрашенный, как дальше подбирали тон. Тон был, кстати, Джейн Айрделл. Мне он понравился очень. Правда, долго его приходится наносить, так втирая вниз, вниз все время. Но эффект того стоит. Очень естественный получается тон. И поры выравниваются, красиво получается. Мы выбирали фотографии, как в основном у нее. Не бывает какого-то яркого макияжа, очень так выделены глаза немножко, иногда губы. В общем, мы думали-думали, но решили выбрать вот этот образ с красной помадой. Мне кажется, Асю он удался. В основном все визажисты. Мне всегда говорят, что есть такое сходство, вот они хотят это выделить. Но всегда так уходят в своем стремлении выделить, что абсолютно ничего не получается. Она ставила в мое лицо, просто какое-то сходство подчеркнула. Мне кажется, это важно, когда человек совсем уж не уходит. Мы все-таки не делали такое сходство. Грим, когда накладывают, чтобы было прям точь-в-точь. Нет. Это просто подчеркнуть схожесть. Вот примерно такое преображение было. Прическу, кстати, сделали очень быстро. Обычно мне делают очень долго. Иногда часа четыре что-то там колдует. И, в принципе, получается абсолютно так же, как мне сейчас сделали минут за 15. Я думаю, что это, наверное, профессионализм человека, когда он за 15 минут может сделать прическу. Сначала мы думали, что губы не будут яркими. Мы сначала там выбрали один образ, а потом все-таки переиграли, сделали яркие губы. И еще добавили теней серых. Очень красивый цвет серый. Мне вообще нравится серый цвет. Я очень люблю именно матовый серый. Мне кажется, это прям лучше всего смотрится на глазах всегда. Ну, на моих, по крайней мере, я люблю так. Вообще, я люблю макияж, когда вот он уже садится. Он так лицо красиво подсвечивает. Все-таки, когда только нанесешь немножко, я не люблю страшно смотреть. А вот потом уже очень красиво получается. Мы сделали миллион фоток. Просто очень-очень много фотографий. Где-то 600 фотографий. Выберем одну потом. И я ушла не просто так. Мне подарили, помимо того, что серьги, Ася мне сделала еще вот такой подарок. Я в такси смотрела, не все разглядела. Здесь еще кое-что есть. Ну, сейчас покажу вам все по порядку. Итак, это, как я понимаю, хайлайтер, наверное, потому что очень блестит. Это база под макияж с сиянием. Я люблю сияние. Посмотрим про мейкап, лабораторию. Я вообще не знаю эту марку. Вот буду знакомиться. Вообще, вы знаете, насколько я не покупаю какие-то марки бюджетные. Был такой карандаш для Губ Севентин, она показала. Очень хорошо рисует. Я вот сделала себе свотчи здесь. Разные карандаши. Мне так понравились. Это бюджетные карандаши. На самом деле, я еще раньше говорила, что бюджетные карандаши я покупаю. Вот. А этот такой красивый хайлайтер. Еще, знаете, она мне показала хайлайтер люменный. Мне тоже очень понравился. Он, кстати, на мне сейчас. Вот видите, какое свечение такое деликатное. Так, я вам покажу свотч. Очень интересная база. Это какая-то муссовая текстура. Освещение достаточно яркое. Он достаточно плотный. Пахнет хорошо. С каким-то желтым подтоном. Очень интересное. Попробую на лице. Потом вам буду рассказывать. Пока могу только вот так показать. Я начала говорить, потеряла мысль. Я люблю, когда мне дарят бюджетные средства. Потому что я знаю, что я их никогда в жизни сама не куплю. А здесь сразу подарок. И мне очень приятно. Еще вот такую кисть она мне положила. Так, а для чего эта кисть синтетическая, плоская? Для тона обычно бывает. Но, скорее всего, вот для базы как раз эта кисть. Очень удобная такая кисть для поездок. Правда, здесь... А вот. Ой, это Мак. Я даже не поняла, что это Мак. 193 SE. Вот, очень приятная, легкая кисть. Мягкая. Вот, у меня теперь новая кисточка. Кисти я люблю. Дальше. Еще что она мне положила. Чупа-чупс. Про него я слышала, но у меня никогда ничего не было. И я даже не думала это покупать. Это жидкая помада Тинт. Так, цвет Страсбери. Клубничка. Ой, настоящий Чупа-чупс. Посмотрите. Так, его как нужно открывать, интересно? Ну, вот так. Вот, все легко и просто. Ох, очень яркий. Это какая-то лаковая, яркая помада. Цвет очень неплохой. Он пока глянцевый. Потом, может быть, он станет матовым. Почему-то, мне кажется, что матовым будет пользоваться. Ну, цвет красивый. Посмотрите. Теплый. Хотя здесь он, кажется, холодный. Вот сразу показываю в экран. Он теплый. Так, и еще одно средство. Вот Cover Fix. Так, а что это такое? Разбираю здесь. Ой, такая что-то. Что-то такое маленькое. Тю-ку-ку-ку-ку. Какая прелесть. А что это такое? Это, кажется, хайлайтер. Ну-ка. Да, это какой-то белый, ослепительный хайлайтер. Ох, мне кажется, он очень красиво будет подсвечивать. Красивое сияние придает. В общем, вот такая я сегодня радостная, такие у меня события. Давайте я вам покажу еще то, что я купила вчера. Это карандаш от Bobby Brown. Вчера у нас была скидка на марку 30%. И мне как раз буквально вот за несколько дней моя подписчица посоветовала купить вот этот карандаш. Он называется Пальмауэ, наверное, так. Я не знаю, простите, если я неправильно прочитала. Очень красивый нюдовый карандаш. Розовый нюд. Понравилось, как он рисует. Покажу вам тоже сводч. Но на губах еще не пробовала, поэтому вчера купила. Сегодня, видите, у меня был макияж. Не было возможности попробовать. Но мне кажется, он и для губ будет очень приятный. С другой стороны здесь точилка. Но они всегда бывают в сегменте люкс. Почти всегда. И давайте я вам расскажу немного про вот эти духи. Габриэль Эссенс. Это новинка. Это последнее, что выпустил бренд Шанель. Есть просто Габриэль. Это Габриэль Эссенс. И мне очень понравился просто Габриэль. Он такой цветочный, легкий, очень женственный. И начало осени, подходящее время года для этого парфюма. Но впервые в жизни я послушала отзывы людей, других девушек, что этот парфюм все-таки еще интереснее, еще лучше. Этих людей было очень много, кто говорил, этот парфюм лучше. Я вообще не согласна. Абсолютно. Тот был для меня гораздо лучше. Я даже не хочу его описывать, потому что он мне вообще не понравился. Он вовсе неплохой, но какой-то он немой. Я его поносила один-два дня, но нет, не смогла. Это немой парфюм. Хотя он красивый, послушайте, раскрывается интересно. Но тот мне был ближе. И просто почему-то я именно сейчас это говорю не в сравнении вообще с другими духами, а просто я говорю о том, что именно Габриэль и Габриэль Эссенс. Только вот это сравнение действует, когда я говорю, что он мне не понравился. В общем-то он неплох. Но немой. Посмотрите, какой красивый флакон. Это, конечно, всегда Шанель делает очень красивые флаконы. Мне нравится. Вообще люблю эту марку и выделяю ее из всего люкса. Мне кажется, она стоит на ступень выше всего остального. То есть есть ниша, есть люкс. А есть что-то вне. Даже не в середине, ни сверху, ни снизу. А просто вне всего этого отдельно стоит Шанель. Вот я считаю, что это парфюмы такие. Но не все. Вот этот парфюм мне не очень понравился. А есть другие, которые я очень люблю. Самый любимый из Шанель. Наверное, вот черный флакон. Вот этот Коко я очень люблю. И люблю разные в разное время. Например, скажу сейчас, что люблю Мадемуазель. Но Мадемуазель несколько сладенький парфюм. Не всегда его люблю. То есть иногда люблю номер пять. Вот новый, который такой прозрачный. Он такой более прохладный, чем первоначальный Шанель номер пять. Он такой для женщин все-таки взрослых. Шестьдесят плюс, может быть, даже либо этот парфюм для молодых, но таких, знаете, работающих в офисе. То есть серьезных, да, или в правительстве. Вот что-то такое представляется мне, когда я слышу Шанель номер пять. Еще хочу вам рассказать об этом средстве. Это Love for Divinus. Это несмываемое средство для укладки волос, для разглаживания завитка. Но у меня волосы не завитые, но пушистые. Мне, честно говоря, нравится это средство. Вообще перешла от масла к вот таким средствам, кремовым именно. И мне нравится их использовать. Мне нравится, как выглядят волосы. Только единственное, что они меньше блестят, чем после масла. Но я хочу купить себе сейчас еще и какое-нибудь средство для блеска волос. И вот, мне кажется, это будет вообще очень хороший эффект. А здесь написано, это несмываемая сыворотка с эффектом антифриз. Невидимо на волосах, не оставляет налет и сохраняет волосы мягкими и блестящими. Как всегда наносим на подсушенные волосы и используем. Мне очень удобно мне вот это. С самого начала я так сказала и так до сих пор считаю. Могли бы придумать что-то более интересное. Но вообще неплохой сам продукт. Пахнет очень свежо и в то же время очень по-парикмахерски. По-салон, салонный уход по-салонному. В салоне так пахнет часто, поэтому я говорю именно это. Волосы становятся более гладкими, послушными. Что еще нужно? Это масло я всегда с собой ношу, можно сказать. Я наношу его на тело и мне так нравится. Единственное, что не очень я люблю одеваться после. Но вот если открытое платье, то обязательно наношу этот красивый блеск. Он так заметен. Поэтому я вам еще раз хочу его просто показать и посоветовать. Обязательно приобрести. У меня оттенок шампанское. Есть три разных. Вот шампанское просто идеально для такой кожи, как у меня. Не очень светлый, не очень темный, средний тон. И эти маленькие медузы все-таки, они так красиво подсвечивают. Это просто где-то лишнее напоминание. Потому что здесь на столе у меня стоит это средство. И мне захотелось об этом еще рассказать. Я с вами на этом прощаюсь. Всем пока-пока.